Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам расскажу, как сделать макияж полностью лайфхаками из ТикТока. Когда нарастила ногти и пытаешься незаметно показать их всему классу. Вы могли меня потерять, я просто была в заложниках у Егора Андрюшина, он наконец-то разрешил пользоваться его фоном. Я не люблю вот такие вот блогерские фоны, не знаю. В последнее время на канале вы говорите, что у меня много вылизанности, которую я, в принципе, избегала постоянно, потому что я люблю YouTube таким, какой он был в 2014-15. Все мы его любили, не тяни резину блогерша. Возможно, даже в 2016 году не вылизанный, без вот таких вот фонов, поэтому я не знаю, насколько он зайдет. Степень вылизанности блогера, наверное, ограничивается его цензурой. Я люблю цензуру так же, как люблю трэш, поэтому сегодня будет немного биполярного расстройства. Извините. Иди сюда, крыса. Вам передают привет Степан, я не буду его мучить, я просто целую его руки и отпускаю. Скоро он будет проситься, а у меня фон стоит на двери, и, скорее всего, я его не смогу выпустить. И он будет мявкать. Где испачкалась, пуси? Я надела серую толстовку, которую обычно надеваю, когда крашу волши. Анна, теперь понятно, почему ты выглядишь как бомжиха. Потому что я боюсь испачкаться, сегодня будет горячо. Сегодня макияж тиктокерскими лайфхаками. О, биг свитписи. Это тут ты показываешь все свои знания, полученные за 11 лет тюрьмы и 5 лет ада. Для начала я подготовлю кожу. Я пришла с улицы, кожа грязная. Чищаем кожу. Полностью не накрашенное лицо. Для начала я нанесу базу, потому что будет тяжелый макияж. Такой же тяжелый, как твоя жизнь. Прозрачная база от Chic. Я сохранила все тиктоки на компокте. Этот лайфхак я уже видела в инстаграме, и снова наткнулась на него в тиктоке. Сделать тональную основу пятью цветами. Которая, видимо, должна подходить именно мне по цвету. У меня один вопрос. Зачем наносить помаду на лицо? Как? Ты уже стара для тиктока. Не благодари. А, тут даже не сказаны пропорции. Просто нужно натыкать на лицо. Я решила сильно не тратиться. У меня вот такая вот палетка от Catrice. Еще бы. Палетка помад. Но я поняла, что нельзя смешивать только помадой. Поэтому я буду использовать еще белую тональную основу от Сережи Нолумова. Верхние оттенки мне очень нравятся. А вот это вот приводит меня в замешательство. Именно этого челленджа, походу, и ждала эта палетка. Так, подождите. Блю ее на палетку. Да. Кстати, белую тональную основу я достаточно часто пользуюсь. Сколько она сделала точек. Хаотично вообще расставляю эти точки. Следующий цвет. Давай разъеби тут все. Она достаточно много нанесла желтую. Беру красный цвет. Его она нанесла совсем немножко. Есть еще синий тут цвет. Кажется, я справилась с этим заданием. Но она так нехило себя бьет этой штукой по лицу. Беру кисточку для тона от Геймворга. Надеюсь, она потом отмоется. О, господи, по-моему, что-то получается. Это стирается в тон. О, май гад. Боже мой. Только точки какие-то остаются. Это моя любимая теперь тональная основа. Я не буду... Я буду делать теперь так каждое утро. Но он же идеально мне подошел. За исключением того, что его нужно тереть, как наждачкой по лицу. Фикс-плаш. Нелуевый результат, я считаю. Добить эту историю до идеальной тушевки. Никакой магии. Это обычная колористика. Но смотрится это достаточно круто. Особенно, когда это происходит на твоем лице. И ты это видишь в зеркало. То есть, можно намешать свой тональный крем дома. Соскрести это в баночку. Прийти с этим в магазин. И подобрать себе уже этот тональный крем. Чтобы он идеально подходил под вашу шею и лицо. Лайфхак такого плана я бы засчитала. Но все, открываем бизнес. Абсолютно бесполезная тема, но прикольная. Следующий лайфхак, это лайфхак с консилером. Давайте смотреть. Возьму вот этот светлый консилер от Fenty Beauty. Ты еще ни разу так не ошибалась, Даша. Уголки губ я постоянно поднимаю из-за того, что у меня широкий рот. Это лучшее, что ты делала, бич. Надеюсь, у меня получится. Давай тушуй бик свитпассе. Я решила взять консилер посветлее, чтобы лифтинг был посильнее. Что-то пошло не так. Мы уже заметили. Это жесть. Если не знаете, как растушевать, берите спонж. Кстати, спонж из тех, которые не отмываются из-за того, что я использовала устойчивую тональную основу. Попробуем еще раз. Лучше купи новые пальцы или возьми в аренду. Эрайзер консилер от Maybelline. Ну не получается. На моем лице это не работает. На моем лице работают обычные техники. Треугольник, вот тут высветлять. Ну как, блин, не знаю. А я тебе говорила пусси. Я закреплю сейчас все пудрой. Я использую пудру под глаза, на эту зону. Но не трогаю нос, потому что для носа у меня есть еще один лайфхак. Для меня этот туториал не сработал. Я еще неправильно подобрала цвет консилер. Следующий лайфхак про брови. Она берет гель. У меня гель Лонда. Упа-упа-упа. Она нанесла и прям втерла его в брови. Ой, главное на кожу сильно не попадать. В тиктоке все так быстро происходит. А в жизни, когда еще не было нормальных гелев для бровей, я использовала лак для волос. Я думаю, много кто так делал. Ой-ой-ой. Волосы прям приклеились к коже. В принципе, меня этот эффект не смущает. Похожим образом работает долговременная выкладка. У меня такой же маркер для бровей, как у нее. Это Lime Crime в оттенке Blonde. Теперь сосредоточься. Это мой первый раз. Не надо жестко. Кровь и волка просто. Да-да, что ты хотела? Надо было идти в магазин за пальцами. Ну, как бы, ну, такая волосистость неплохая. Вот такие вот бровки, девочки, у меня получились. Теперь мне нужно все замазать консилером. Я его уже подготовила. Черчиваем нашу бровь консилером. Хвостик. Блин, ну это какой-то 2016 год. Реально очень похоже получается. Я вот такие не делаю. Я уже делаю более натуральные, хотя это должны были получиться натуральные. Беру спонж и растушевываю все. Немного фикс-класса. ЗБС Пушка. Даже не похоже на того старого армянина из прошлых видео. Очень меня заинтересовал лайфхак с румянами. Я либо с ним перебарщиваю, либо наношу не на то место. Возможно, сейчас это туториал по тому, как найти идеальное место для румян на своем лице. Коренки очень любят румяны. Проводят черту до уха. С этой чертой получается треугольник кончика. Мочки уха. Посередине. Глаза вниз. А что так сложно? Я не физик-ядерщик. Теперь тут она рисует полукруг. Еще один крестик. Вот то место, куда я должна нанести румяна. Взяла не такую яркую помаду. Это помада от Мак. Что пробуем? Тушуй, тушуй. Может, никто не заметит другие твои лажи в макияже. А этот лайфхак очень даже работает. По-моему, я первый раз очень красиво нанесла. Это придумал какой-то чертов гений. Я этот лайфхак вам от души советую. Попробуйте его дома. Следующий лайфхак от Ники Tutorials. Для него мне понадобится бронзер. Смотрим. Нужно взять, хорошо забронзировать свой нос. И титить. Помимо носа я забронзирую также все свое лицо. Я хорошенько бронзирую свой нос. Дальше Ники берет сухой бьюти-блендер. Немного пудры. Таким бьюти-блендером очерчивает нос. Опа-опа-опа. Почему у меня так все коряво получается? The smaller your nose is gonna look. Ну как? Нравится ощущение, что парень красится лучше тебя, Пусси. Этот белый порошок, похоже, не единственное, что употребляет Пусси. Г-г-г. Я возьму маленькую кисть. Я не могу так точно сделать бьюти-блендером. Это сложно. Долго. Теперь мне нужно это все растушевать той же кистью. И титить. Г-г-г. Я беру хайлайтер маленькой кисточкой и наношу на кончик носа. Шпоньк. На спинку носа. Все больше походишь на старого транса. Я не могла без этого лайфхака. Это лайфхак лисий глаза. Это фокси айс, как их называют. Накладные ресницы приклеивают выше своего века. Тем самым получается лисий разрез глаз. Смотрим, как это сделать. У меня ресницы Оля Романовой. Называется Соня. Беру ресницу, отрезаю от нее хвостик. Так, чтобы это было наполовину ресницы. Чпук. Опа. Почему нельзя наклеить ресницы просто так? Зачем их так портить? У нее изначально прокрашены свои ресницы. Крась. Я взяла ресницу. Сейчас буду клеить ее от середины глаза. Вот так вот. Я просто поставила ее на века. А ты что хотела? В смысле, это... Типа они считают, что это незаметно? Подождите, это надо повыше поднять. Хорошая работа, Олег. Ой, извините. У меня всего лишь складка склеилась. А, я их даже не наращивала. Что дальше? Нормально. Просто херачим большую стрелку. Вот это пространство. Просто черным цветом. Эти тиктокеры меня переиграли. Не только они пусть. Я сейчас еще усилю это место бронзером. Она еще добавляла хайлайтер на центре века. Но я в этом не уверена, честно говоря. На центре века. Центр. Была такая группа. Хотя не думаю, что кто-то помнит. И просто немного захайлайтимся. Сияние, как всегда, из космоса Писси. Я припасла еще один тикток-хак для губ. Сейчас мы это посмотрим. У меня аж был тикток-хак для хайлайтера. Слава богу, я им не воспользовалась. Там какой-то трэш. Писси, не выделывайся. Мы все видим. Такие большие губы, как их добиться? Что нужно делать? Ладно, нужно пересмотреть. Я взяла более холодный скульптор от Оля Романовой. Потому что, скорее всего, предыдущий бронзер был бы тепловат. Мне нравится, когда трюки для больших губ показаны на уже накачанных больших губах. У меня реально маленькие. Нет денег на гиалуронку, поэтому мажешь какую-то грязь на губы. Пора идти работать в Макдональдс-пуссе. Под нижнюю губу я делала видео про Джоли. Я думаю, достаточно. У меня коричневый карандаш для губ. Это лайн-крайм. И рисует выше контура. Хоп! Мусорок, выходи за контуров. Мне нравится! Были бы они всегда такими. Я не похожа на транса. Артем, закрыл рот! Теперь она наносит матовую помаду вовнутрь. У меня оттенок маршмэллоу. Я поняла, кого ты мне напоминаешь. Пьяную Ники Минаж, которая зачем-то пошла в RuPaul Драк Рейс. А вообще хорошая работа, Олег. И теперь нужно нанести блеск. У меня вот такой вот мятный блеск от Баксом. Ничего себе! А этот блеск реально увеличил губы. Ладно, Макдональдс отменяется. Этот блеск с мятой. Он сейчас будет печь и увеличивать мои губы еще больше. Не то, чтобы по вкусу вкусно. По сути вкусно. Губы стали просто выглядеть как-то супер дешево. Вроде бы неплохо. Надеюсь, я похожа на кого-нибудь из семейки Кардашьян. Единственное, что у меня имя не на Кэ. У меня только фамилия на ключ. Да, меня будет просто звать Кей. Кей Кардашьян! Да, мое имя будет Кей. Кей Кардашьян? А, да. Ммм, что? Это я. После этих лайфхаков я себя чувствую по-другому. Захотелось даже переодеться, но я не буду, потому что я сейчас пойду спать. Я нарастила ногти, и мне теперь нравится вот так делать. Shut up! Бэй! Не знаю, мне очень понравились эти лайфхаки. Мне не понравилось, сколько времени я на все это потратила, а потратила я на это больше двух часов. Для своего молодого человека я готова такое делать. Кусе, такими темпами он не появится. Но я думаю, мой молодой человек может заметить два ряда ресниц и губы за контурок. Мне кажется, что их видно. Ну не может быть их, быть не видно. А, ну если только чуть-чуть. Чуть-чуть за контурок, чуть-чуть приподнять взгляд. Если закрыть глаза. Просто самое страшное, это когда ты закрываешь глаза. Это очень похоже на инстаграмные туториалы. Тикток отличается своей динамичностью и тем, что разрешается использовать много популярной музыки. Это круто, но я понимаю, что я провожу там слишком много времени и специально себя ограничиваю. Да, у меня тоже есть тикток, но я там выставляю очень мало видео. Все видео, которые я туда выставляю, я их стесняюсь, потому что они именно тиктокерские. Оставайтесь лучше на ютюбе, смотрите ютюбчик. Нафиг эти тиктоки. Правда, тут нет зеркала. Такая красивая, такая глупая. Я готова. И это были все тикток лайфхаки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, репостите это видео. И надеюсь, семья Кардашин когда-нибудь увидит и усыновит меня. Оговорочка по Фрейду Бич. Я надеюсь, семья Кардашин когда-нибудь это увидит и удочерит меня. Поэтому максимальный репост, лайки, подписки. А с вами была Даша Кейн. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Ну что ты опять начал? Бить свиткукс. Нормально же общались? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok